хочется с вами поговорить на такую тему это покупка автомобиля с пробегом расскажу на примере ниссанов например вот мой nissan tirano или под finder его называли 92 года выпуска и на что обратить внимание как понять что у машина стоит того чтобы ее купить в основном буду рассказывать из личного опыта и опыта покупателей наверняка вы выбирали автомобиль через интернет сейчас самые популярные порталы авито автору drumru там находится объявление продажи автомобилей с пробегом и вот вы прочитали объявление выбрали вам понравилось описание позвонили продавцу задали все интересующие вопросы и решили ехать смотреть автомобиль уже лично рекомендую конечно брать с собой человека понимающие его мотора в первую очередь чтобы он послушал и подсказал вам как работает двигатель и какие при необходимости будут вложения дополнительных денег чтобы этот двигатель работал нормально если есть какие-то изъяны и вот вы едете вдвоем продавцу конечно же желательно чтобы продавец вам показал как заводится машина на холодный двигатель вы посмотрите работу холостого хода это тоже очень важно чтобы минутки две двигатель поработал и вы его послушали так как если например вы приедете и машина уже заведенная стоит при вас работает работает и подумали а да ладно работает и хорошо есть например такая очень проблема это электрика бывает так что отсутствует какой-то реле и машина может не держать холостые обороты одной из причин будет эта утечка только аккумулятора и когда на горячую вы будете заводить у вас будет все в порядке а когда встанете утречком решите завести автомобиль то обнаружите что он у вас глохнет и не держит холостого хода в данном случае вам придется звонить автоэлектрику чтобы он устранял эту неисправность это выйдет примерно 700 рублей тогда конечно установка реле решит проблему с утечкой тока аккумулятора еще что важно обратить внимание вы попросили открыть продавца капот чтобы он сам вам показывал открыл вам капот вы посмотрели на мотор в обязательном порядке посмотрите все уровни жидкостей это в первую очередь уровень масла двигателя и уровень коробки чтобы вам продавец показал где находится щуп масла двигателя и щуп масла коробки уровень там должен быть на максимуме остальные конечно жидкости смотрите по желанию спрашиваете что да как например жидкость радиатора тоже должна быть на максимуме жидкость гидроусилителя руля еще есть если автомобиль оборудован гуром дальше рекомендую когда мотор продавец вам завел при вас его завел с ключа показал это нажат на педаль газа попросите чтобы двигатель при нажатии дошел до двух трех тысяч оборотов это вы поймете чистоту его работы чистоту работы топливной системы потому что если вы этого не сделаете поедете например дороги уже купили то можете почувствовать что ваш автомобиль захлебывается и не может держать более высокие передачи например если двигатель внедорожника он достаточно мощный считается а вы поехали на гору а он у вас еле тащится это значит что засолена топливная система в частности форсунки топливной системы и тогда чтобы двигатель очистился чистят форсунки и это стоит в районе десяти тысяч рублей чтобы там перебрать верхнюю часть все смазать и все почистить второй момент это проверить коробку передач если она автоматическая то обычно переключение происходит через педаль тормоза у автомобиля с автоматикой нет сцепления попросите продавца чтобы он вам продемонстрировал переключение передач в стоящем режиме переключается передача при заведенном двигателе вот вы почувствуете гладкость переключения они должны очень гладко переключаться тогда можно сделать вывод что коробка в нормальном состоянии также важно нужно осмотреть нищие не полениться это наклониться туда чтобы под мотором не было никаких потеков никаких пятен чтобы ничего не текло все должно быть чисто конечно можно попросить продавца провести небольшой тест-драф это проехать с ним пусть за рулем будет продавец вы садитесь рядом на пассажирское сидение и просите проехать его небольшое расстояние ну чтобы конечно дорога была свободная едите вместе с ним если например это автомобиль с автоматической коробкой вы почувствуете переключение передач на автоматике они переключаются тихо и бесшумно также на примере вот ниссана осмотрите раму это очень важно рама находится рядом с дверьми там есть выступ посмотрите ее состояние это несущая конструкция автомобиля а также обязательно попросите продавца показать вам где находится номер рамы это очень важно при регистрации и чтобы этот номер рамы обязательно был указан в документах в документах и в документах и 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